пытаясь как-то придать более благородный вид тому, что происходит. Контрнаступление – это в ответ на наступление. Насколько мне известно, российская армия пока ещё не начинала наступление. Так о каком же контрнаступлении может идти речь? Но надо же напустить тень на плите, надо же создать впечатление, что это против наступления российской армии, которого нет. Так что это не контрнаступление. Это наступление украинской армии, которая готовится. Ну, полагаться, я скажу так, в своей жизни, в сферу своих занятий, большую профессиональную часть своей жизни, я всегда внимательно слушал все, все, что говорили и печатали, и писали, и все, что получал какие-то накисления со стороны противника. В том числе и газеты, в том числе и заявления политиков. Надо уметь их слушать и надо понимать, что, какое здоровое зерно для оценки можно выяснить. Дели Телеграф – это не священное писание, которому надо верить. Обычная британская газета со всеми ее фокусами, с недовольно, не очень высокими, особенно того, что касается России, профессионалами. Часть того, что они пишут, отражает более или менее начало понимания обстановки. То есть, если вернуться к тому, что происходит на поле боя, у украинской армии нет никаких шансов. С чисто военной точки зрения, это не только по заявлению Дели Телеграф, а по заявлению военных, которые разбираются в этом, как британских, так и европейских, так и американских. Нет никаких шансов для того, чтобы добиться какого-то успеха. Ни по соотношению сил, ни по вооружению, ни по количеству войск. Просто это невозможно. Особенно учитывая ту, самую лучшую, как сами британцы и американцы называют, систему обороны, которую выстрелила Россия на протяжении тысячи километров. Тысячи километров глубокой, шалонированной, глубокой обороны на 15-20 километров, за которой стоят резервные части, которые не дадут никому, даже если будет какой-то частичный успех, его развить. Они все это понимают. И поэтому сегодня, когда и Шульц, и Макрон, и все остальные говорят о том, что надо говорить с Россией, я повторял и повторяю, и основываясь на их словах. Цель их сегодня реальная, которой они понимают, что придется идти. Следующий этап с Россией – это переговоры. Военным путем Украина ничего не сможет добиться. Их надежды на наступление в той или иной степени были связаны с тем, что Украина должна продемонстрировать хотя бы какой-то территориальный успех, чтобы было с чем прийти на переговоры. И только. Они не могут, Украина не может не выйти к Азовскому морю и отрезать сухопутный перешей Крым. Она не может прорвать российскую линию обороны. У них еще остаются надежды, и это, вероятно, будет последнее, прорваться к Запорожской электростанции и попытаться ею овладеть. Это все. Но больше они не способны. Это все ясно с чисто военной точки зрения. До сегодняшнего дня России удалось построить такую систему обороны, а перед ней так грамотно расположить минные поля, что украинские войска, положив 3-4 бригады, так и не смогли дойти до первой линии обороны, я уже не говорю, вцепиться в нее. И это только начало. И Россия еще не использовала всей той силы, которая была. И она еще не начинала наступление. Начнет ли она и когда, это уже другой вопрос. Но пока речь идет к тому, что наступление украинской армии, оно закончится полным поражением. И вот с этим они, вероятно, надеются, что пойдут на переговоры. А если упрутся, они пойдут на переговоры после того, как Россия начнет свое наступление. Где и как, это уже другой вопрос. И тогда, если сегодня они оценивают, что уже сегодня нынешние позиции российской армии означают победу российской армии, и то, что со всей помощью НАТО и американцев Украина не смогла достичь ничего и отвоевать ничего из занятых Россией территорий, тогда речь будет идти о дополнительных территориях, которые Россия отвоюет у Украины. Какие и сколько, опять-таки, это другой вопрос. Можно это обсуждать, но не в рамках этого вопроса.